Хочется приготовить блюдо с майонезом, но в магазинах продается только всякая гадость с средными добавками. Выход есть! Можно приготовить домашний майонез из натуральных ингредиентов. Для этого майонеза понадобится молоко из семечек подсолнуха. Его делать очень просто. Полстакана сырых очищенных семечек промываю под проточной водой, заливаю стаканом чистой питьевой воды, настаиваю 5-6 часов. Как только семечки набухнут, отправляю в чашу блендера вместе с водой, в которой они настаивались. Перемалываю до однородной консистенции и процеживаю два раза. Первый раз через крупное, затем через мелкое сито. Молочко готово! Подсолнечное молочко способно заменить животное молоко, способствует лучшей деятельности желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунную систему, но больше литра в день выпивать не рекомендуется. Я из такого молочка делаю майонез. 50 мл растительного молочка отправляю в чашу блендера. Отмеряю 100 мл. подсолнечного растительного масла без запаха. Взбиваю пару минут молочко на средних оборотах, затем постепенно тонкой струйкой вливаю масло. Масло и молочко должны быть одной температуры. Как только масса посветлеет и увеличится в объеме, добавляю столовую ложку лимонного сока и продолжаю взбивать. Майонез от сока и масла становится все гуще и светлей. Затем добавляю остальные ингредиенты. Морскую соль. Если соль крупная, измельчаю в ступке. Добавляю к майонезу, взбиваю несколько секунд. Добавляю чайную ложку фруктозы или сахара. И пол чайной ложки порошка горчицы. Можно порошок горчицы заменить уже готовой. Взбиваю еще 20 секунд. Майонез готов. Такой майонез рекомендуется хранить в холодильнике не более 5 дней. Получаем натуральный, полезный для здоровья майонез. В холодильнике через 2-3 часа майонез станет еще гуще. Молочко, которое осталось, можно просто выпить или приготовить еще порцию майонеза. Если вдруг майонез не получается, что делать? Как спасти продукты? Кто хоть раз пробовал делать майонез и кто уже делает майонез, знает, что он не всегда получается. Это происходит из-за нарушения технологий в приготовлении. Обязательно нужно придерживаться точных пропорций в рецепте, ну и конечно же большую роль играет качество продукта. Первое. Если при приготовлении молочка не придерживаться пропорции воды и вместо стакана воды добавить 2 стакана, молоко будет редким и майонез не получится, потому что молочко не должно быть слишком жидким. Второе. Взбивать нужно погружным блендером только в узкой чаше блендера, которая предназначена для этого. Так как в чашу много не поместится, поэтому лучше взбивать небольшими порциями по 50 миллилитров молочка и 100 миллилитров растительного масла. В большой миске большой объем майонеза практически невозможно взбить. И третий очень важный момент. На самых первых шагах взбивания молочка с маслом погружной блендер не поднимайте вверх-вниз вот так. Просто прижмите ко дну чашки блендер и включите обороты и держите на одном уровне, не создавая лишних пузырей воздуха. Это очень важный момент, от этого зависит, получится майонез или нет. Четвертое. Лимон, соль, специи добавляйте уже тогда, когда майонез посветлеет и станет погуще. Пятое. Ингредиенты должны быть одной температуры. Шестое. Масло лить тонкой струйкой. И седьмое. Что делать, если майонез получился совсем жидкий и не похож на майонез, не светлеет и не увеличивается в объеме. В этом случае добавьте одно куриное яйцо в чашу блендера с майонезом таким образом, чтобы яйцо накрыть насадкой блендера там, где ножи и начинать взбивать. Масса мигом станет плотной и белой. Восьмое. Плотность майонеза увеличится после нескольких часов в холодильнике. И девятое. Растительное масло используйте без запаха, так как майонез получится пикантный и нежный, без запаха подсолнечного масла. Вот и все. У меня получилось и у вас получится. Осталось побаловать себя салатиком с весенней зеленью. Яблоко и морковь натираю на средней терке. Смешиваю зелень, яблоко, морковь, добавляю соль по вкусу, перемешиваю. И конечно же добавляю 2 столовые ложки вкусного домашнего майонеза. Салатик готов! Приятного аппетита! Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на канал с колокольчиком, и тогда вы не будете пропускать новинки. До новых встреч! Всем пока!